Здесь очень темно. Поток холодной воды движется со скоростью 2 метра в секунду. Как это устройство. Его ничто не держит, а оно двигается вперёд вместе с водой. Это чистильщик. Он следит за состоянием канализационных труб. Это изобретение позволит продлить жизнь трубам, находящимся в крупных городах под землёй. Вообще они рассчитаны на 50-100 лет, но теперь можно рассчитывать и на 150. Большинство труб делают из бетона и стальных арматур. Пока трубы не разрушаются, всё идёт хорошо. Если один отсек будет повреждён более чем на 30%, трубу может прорвать или может образоваться утечка. И то, и другое может привести к большой катастрофе в городских условиях. Чистильщик работает как рентген, отслеживая состояние скрытых под землю труб. Чистильщик посылает на поверхность сигналы, благодаря которым можно заметить полон. Когда вы заезжаете в тоннель или под мост, радиосигнал в машине ухудшается. Та же система работает и здесь. Если сигнал стал слабее или пропал, нужно быть внимательным. Чтобы показать, как работает чистильщик, мы приехали в Антарио. Сейчас здесь пройдёт контроль труб. Диаметр этой трубы почти 120 сантиметров. 75 миллионов литров воды проходит здесь каждый день. Здесь течёт очищенная вода. И если вдруг одну секцию прорвёт, люди не получат воду, и город будет затоплен. Вода в системе находится под давлением, чистильщика вставляют дополнительную секцию. Через 4 километра в конце участка также установлена труба, где чистильщик будет извлечён на поверхность. Эта жёлтая корзина создана для извлечения чистильщика. Когда устройство касается самого центра, корзина захлопывается, плотно жимает каркас и вытаскивает его наружу. Всё готово к началу, но в целях безопасности рабочие делаются очень медленно и плавно. Движение началось. Он опускается. После упорных стараний чистильщик отправился в своё 4-километровое путешествие. На прошлой неделе он застрял в одной из труб, поэтому техники взволнованы. Прошёл? Да, прошёл. Сейчас появилась другая проблема — давление в трубах слишком высокое. Для оптимальной работы системы скорость воды должна быть 0,3 метра. Если скорость будет заметно сильнее, корзина может вывернуться в обратную сторону из-за напора, тогда мы не сможем поднять чистильщика на поверхность. Внезапно у рабочих появилась ещё одна проблема. Гроза — это не просто помеха, это опасность. В молния может попасть торчащую трубу. Чистильщик добрался до финиша, но корзина не может зафиксировать его. Техникам предстоит медленная, аккуратная работа. Им нужно поставить чистильщика в правильное положение. Всё прошло хорошо. Да, были кое-какие сложности, но в нашем деле по-другому не бывает. Всегда есть какие-то загвозки. Мы отправим результаты исследований в лабораторию, и они предоставят нам результаты по дням. Теперь нужно вытащить аппарат и убрать трубу, пока молния не ударила.